Приветствую вас дорогие друзья, с вами Алексей, он же CrazyLife, и мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. Здорово, приятели! Я так понимаю, что это тяжелый доспех, он нам будет доступен еще совсем не скоро, пока что я, наверное, либо в легком, либо в среднем хожу. Но вот, такие доспехи, я буду надеяться, нас ждут ближе к концу игры. Очень симпатичный доспех, очень хочется, конечно, этот доспех. Ты аккуратно, палкой-то не маши своей. А какая это палка? Смотрите, металлический меч. Кислоэкс, кислоэкс. Ково? Кислоэс? Поцелуй мою жопу, а кислоэс? Окей, так, здесь я, наверное, не пройду, но наверх. Окей, давайте немножко повыполняем основной квест, а потом уже пробежимся по всяким дополнительным вкусняшкам. Может, что-нибудь удастся вкусненькое найти. Так. Ох, тут запарикодировались-то. Здорово, ребяточки, это же вы меня пропускать не хотели, сучата. Отпустить вас, что ли? Поговорить с Марабеллой. Отправляемся к следующей девчоночке. Лютика. Я думаю, что она не будет такой же голубятней, это все-таки будет женщина, а не мужик. Переодетый. Вот у Лютика вкусы, конечно. Но, правда, бабник он жесткий. Сколько мы уже девок и вон их оббежали. И это все еще не все. Я здесь пройду вообще? Эй! Эй! Что такое? Что за кипиш? А что случилось-то? Ни хера себе, это кто такие? И что они на меня напали? Сука, грабители какие-то. И главное, посреди города. Здесь же куча охраны, куча стражей. Не понял. А, сюда надо зайти. Это чье-то жилище, походу. Сука, и вы здесь? А кто такие-то? Ну-ка, давайте посмотрим. Что написано? Че-че-че-че? Человек? Че человек? Я не помню. Погоди, погоди, не маши. Ублюдка младшего. Да пошел ты, тварь. Только, сука, сдохни. Я не понял. А че они на меня нападают-то? Бред какой-то. Там же был, по-моему, какой-то пидорок с маской. В каком-то из эпизодов, если я не ошибаюсь, конечно. Окей, давайте все-таки поговорим с Марабеллой. Весело на меня напали. Это приют, что ли, какой-то? Или что это? Прости, я ищу Марабеллу. Это я. Подожди на улице, я веду урок. А, я думал, телек смотрите. Ну окей, хорошо, я подожду. Я подожду. Я скоро. Есть отличная ожидалка. Называется медитация. Сейчас мы ее заюзаем. Так, G. Переходим в раздел медитация. Я веду урок. Ребята, смотрите, час ночи. Какой урок она может вести в час ночи? Ой, жесть. Что творится в нашем мире? В час ночи у нее какие-то уроки. Ну все, ты закончила? Эй! Охренеть, всю ночь какие-то уроки вела. Ну что за бред-то? До свидос. Плесень? Ребята, немножко поботонирую. Дело в том, что пенициллин, первый антибиотик, как раз таки разработали из экстракта грибов. Но это было в 20 веке. В 20 веке. А тут средневековье. Так что... Лгут, лгут разработчики-то. А потом ты видел Алютика? А ты видел Алютика после этой истории с грибами? Нет. Я даже думала дать ему еще один шанс. Потому что на самом деле у него золотое сердце. Просто ему нужно немного больше дисциплины. Но он не вернулся, и я решила... Нет, так нет. Лютик написал о тебе стихи? Я нашел у Лютика стихотворение о тебе, и из него следует, что ты необычайно талантлива. Да? Он писал о моих стихах? Меня всегда вдохновляли кони. Я мечтаю воспевать красоту этих благородных животных. Ты видел у Лютика мои строки? Это только наброски, но мне интересно, что ты о них думаешь? Я даже не знаю, что сказать. Нет, не видел. Отмазался. Бич развернула крутой узловатый свист. Хлопал бич в роте. Оу, не надо, не надо, не надо. Узбогойся, баба. Ужас. Точно, точно. Все, валим отсюда. Давай, до свидания. Ага, такая... Ой, меня еще стихами тут будут мучить. Там где-то в 1900 каком-то году, там в начале, там 1920-й или 30-й, один ученый заметил, что в пробирке, где он разводил бактерии, там какие-то грибы у него были. И фишка в том, что все эти грибы, о, грибы, говорю, все эти бактерии там погибли. Так он и нашел, что в каких-то там грибах есть пенициллин вот этот. Ну, это первый антибиотик. Ну, сейчас его тоже, кстати, используют, но он просто сейчас уже не так эффективен, сейчас есть более современная такая нотка ботанизма небольшая. Это что за гоп-стоп? Да. А ты не охренел ли? Только через мой труп. Через мой труп. Я тебе говорил, что его не поведешь. Ну, что поделаешь, завалим как-нибудь, так нам только чести больше. Помнишь проповедника, который говорил о чародейках и ведьмаках, и которого ты перед верующими оскорбил? От его имени мы приобщим тебя к таинству последнего очищения. Ну, последнее очищение это огнем считается. Ну, иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Гопник сраный. Они какие-то проплаченные, короче, походу им. Ну, что стражники-то ряженые, здесь другие стражники. Он им походу заплатил. Хорош. Вот зачем они на меня нарвались? Ты это видишь? Да-да-да, вижу. Я это не только вижу, я еще это и сделал. В общем, мы там какого-то проповедника там шуганули, который там нагнетал обстановку, мол, ведьмаки это тоже уроды, все плохо. И мы ему сказали, ты хоть раз за стены города-то выходил? Он убежал и прислал стражу. Но стража оказалась неживучей. Золтан, я иду к тебе. Привет. Ой, смотрите, птичка. А, прикольно. Здорово, Золтан. Ну, вот и ты, наконец. Познакомился с моей Пусей. Пусей. Ты что мое слово заюзал-то, а? Блин, он мое слово заюзал, а-то я говорю Пусить. Откуда она у тебя? Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя? А, купил на распродаже вещей какого-то чародея. Какого-то чародея. Гарри Поттера, конечно, какого еще чародея. А вот кем-то с вечным огнем устроили на него засаду и выкурили беднягу. А барахло его выставили на продажу. Я там как раз проходил и увидал клетку с собой. Эх, бедный Гарри. Ну, так-сяк. Вроде кое-что есть. Девушки не видели Лютика уже давно, утверждают, что он странно себя вел. Кажется, встречался с кем-то еще. Но в моем списке таинственной избранницы нет. Кто она такая-то? Какая-то блондинка из ковера. Кажется, трубодуша. Зовут ее Цираночка или как-то в этом роде. Аааа, ясно. Это Пресцилла. Кто же еще? Кто такая Пресцилла? А кто такая эта Пресцилла? Трубодуша. В последнее время очень популярная. Представь, что Лютик переменил пол. Вот и будет полная картина. Звучит страшно. Как же Лютик вынес встречу со своим собственным отражением? Так втрескался по уши. Серьезное дело. Ну, что можно сказать? Нашла коса на камень. На ледяную глыбищу. А то девушка и правда вскружила ему голову. Надо с ней поговорить. Пресцилла работает вместе с трупой Ренар и Лисой. Пока они в городе, она каждый вечер дает концерты в Зимарон. Так что нас ожидает вечер поэзии? Встречаемся в городе после захода солнца. Мне еще Пусю надо покормить. Пусю. Блин, он заязал мое слово. Но если я использую слово Пусить как убивать, то Пуси это получается убийство? Что мне теперь делать? Окей, на закате встретимся с Золтаном. Ну, у нас есть отличное средство, которое делают из дня закат. Называется медитация. Что ж, его заюзаем. Но сперва добежим до этой семародки. Это, скорее всего, какой-нибудь трактир. Надеюсь, на меня больше никто нападать не будет. Какие-то они агрессивные в этом эпизоде. Не дают мне спокойно побегать. То одни нападают, то другие нападают. Так, я понимаю, что нам сюда. Окей. Ну и вот, собственно говоря, трактир. Давайте заюзаем медитацию. Медитация до... Да вот, до полночи. Невозможно. А, тут, скорее всего, наверное, какой-нибудь ролик включится в этом месте. Поэтому сделаем это на улице. А потом уже туда зайдем. Когда наступит ночь. Ну, давайте, двенадцать ночи. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хренак. И полночь. Все, ведьмак, вставай. Погнали. Во, я ж говорил, ролик будет. Ну и где здесь Золтан? О, ты уже здесь? О, привет, еще раз. Давай сядем где-нибудь. Сейчас начнется. На шута баба похоже как-то. Костюмчик, по крайней мере. А, типа Бартона. Понятненько. Ну, в принципе, это одно и то же. Шут Барт. Ха-ха. Так, надеюсь, это будет быстро. Ну, а ты не могла отстроиться перед выступлением? Понеслось. Это, по-моему, лютня называется инструмент. Не, ну музыка прикольная, не знаю, мне нравится. Сейчас запоется. Не, ребята, мне нравится. Прикольно, кстати, перевели еще. Такую актрису подобрали, чтобы голос хороший был. Снова пусть сложатся они в судьбы узор. И из снов моих с утра бежишь проворно. Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Не, вообще, бомба. А кто интересную игру переводил? Скорее всего, софт-клап, наверное. Ну, у тебя девка и шляпа. Ужас. Ужас. И из снов моих с утра бежишь проворно. Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный. Фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Блин, вообще, бомбово. Мое предназначение. А я относился к этому, если честно, предвзято. Сейчас какую-нибудь херню нести. Я обязан лишь судьбе, когда в желанье я облёк влечение. Не полюбила ли ты во вред себе? И из снов моих с утра бежишь проворно. Девка, убери свою шляпу. Чё у тебя такое с головой? Крыжовник терпкий, сладкая сирень. Хочу во сне твой видеть локон черный. Фиалки глаз твоих, что слез туманит тень. Потрясающе, ребята. Это вообще класс. Вот она забомбила-то, а. Я вообще, если честно, реально относился предвзято. Думаю, сейчас какой-нибудь кометель будет нести. Типа рука, нога, живот, башка. Красавица! Чё я могу сказать? А как вообще Лютик с ней не остался? Они вообще же с ней тоже, наверное, мутили. Да, хорошая песня, ничего не сказать. Молодец! Молодец. Ну чё, пойдёмте с ней поговорим, наверное. Сейчас она, наверное, уйдёт за кулисы. Мы последуем за ней. И там уже с ней поговорим. Я его знаю. Это он поубивал все мерзких ребят в Белом саду. Тише, женщина. А на концерт пришли. Убийца? Война идёт. Вот люди и умирают. Правильно. Идите, спорьте в другое место. Опять одни дрязь. Оговорили, это престольное заведение. Насколько я знаю Геральта, он скорее спасёт чью-то жопу, подставляя свою шею. Да кого он спасёт? Он же убийца. Золтан, спокойно. Выход вон. Снаружи разбирайтесь. Да я и не хочу с ней разбираться. Ты же она вонь подняла. Чук. Дайте мне послушать музыку. Да, дайте мне тоже послушать музыку. Культурная столица, сука. Сука. Это прачечная, охуячечная. Номер правильно надо набирать. Давай я тебя представлю. Присцилла. Известная как Цыраночка. Столь же прекрасна, сколь талантлива. А это... Геральт из Ривии. Я знаю. Лютик много о тебе рассказывал. Я с удовольствием слушала. Не удивляйся. Ведь это такой благодарный сюжет для песни. Ведьмак, влюблённый в чародейку. Или следует сказать... В чародейку? Чародейку. Я только одну девку люблю. Это эту, Кайру. Или Кейру. Кейру, вот. Я не доверяю бардам. Всё-то Лютик рассказывал. Нет. Я не буду грубить. Всё-то Лютик рассказал. Я же, Лютик всё подробнейшим образом рассказал. Может, в таком случае он намекал, где искать его самого. Очень забавно, правда. Ну, до свидания. Не понял. Эй. Давайте за мной. Тут, наверное, типа есть посторонние уши, которые не должны это всё слышать. Я думаю, что без осторожности есть причина. Вполне уважительная. Когда я в последний раз видела Лютика, он сказал, что планирует налёт наказнулся героем. Ой, мотыля за ногу. Нихера себе, Лютик дерзкий. И больше я его не видела. Я так понимаю, что налёт не удался. Надо полагать, налёт не удался. Ну, он не вернулся сюда в золотой карете, обвешанной драгоценностями. Значит, вроде как нет. Я спрашивала о нём в городе, но все как воды в рот набрали. Слышала только, что он устроил какой-то скандал в резиденции ублюдка-младшего. И что ублюдковые люди гнали потом Лютика через весь город. А на меня, по-моему, люди напали этого ублюдка-младшего. Ага, я так и понял. А тебе-то он что сделал? Он засел в печёнках уже у всего города. Это один из тех четырёх, которые ворочают нашим преступным миром. Вместе, собственно, с Сиги Ройвеном, Карлом Борезой и Королём Нищих. Неплохой номер. Хорошо ещё, что Лютик перед церковью не задирался. А то тогда бы началось. Угу, да костёр боевого, да и всё. Надеюсь, что Лютик... Да, давайте. Надеюсь, что Лютик останется живым. Кажера. Надеюсь, Лютик выйдет из этой истории живым. И невредимым. Знаешь, что они делают с Бардом? Ломают пальцы? Или вырывают языки? Или то и другое? Спокойно, я его вытащу. Но сперва поговорю с этим ублюдком и с Сиги Ройвеном. Где их найти? Ублюдка не знаю, а у Ройвена собственные бани. Только смотри, это опасный тип. Ага, мне-то о чём? У меня есть оружие. А вот Лютик нет. Я его быстро почитаю. Поэтому хочу тебя поторопить. И дай мне знать, как что-нибудь выяснишь. А зачем тебе что-то говорить? Похоже, мне здесь делать нечего. Я в шалфей. Да, давай. Золота. Прямлю хусю и буду ждать. А есть такая... Так, давайте отсюда для начала выберемся. Это нам говорят вниз, да? Окей. Проходим сюда. О, сколько народу вы посмотрите, а? Короче, давайте погнали по головам. Так оно быстрее будет. Ну что, ребятушки, давайте я сделаю стоп-старт и продолжим через пару секунд. Не знаю, давайте лучше повыполняем какие-нибудь ещё доп-квесты. Продолжаем дальше. Давайте посмотрим, какие квесты есть. Дополнительные, повыполняем что-нибудь. Так, дополнительные задания. Уроки фехтования. Вот, отлично. Давайте попробуем выполнить этот квест. Сказать капитану старого. Ага, окей. Я надеюсь, она к нам не будет подкатывать. Потому что, судя по её физиономии, когда я последний раз с ней встречался, она как-то намекала, что уроки фехтования не просто уроки. А с каким-то тонким подтекстом. Возможно, я что-то не так понял, но в любом случае, я её отошью, если какие-то подкаты будут с её стороны. Ну что, у нас есть Кейрамец, которая сейчас в Кайрморхене. Здорово, чувачок. Я тут по фехтованию. Приветствую. Вы по какому делу? Фехтование. Я договорился с Розой. Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к Храмовому мосту. Спросила, чтобы вы к ней присоединились. Начинается. Интереснее, чувствую, будет урок. Спасибо. Блин. Пошла она погулять. Сейчас она мне, не знаю, присядет на уши, мол, я бедная, я давно не это, не занималась секосом, и Геральт, помоги мне, потому что ты мне приглянулся. Нет, не тут-то было, я ее сразу же скажу. Девка, держи себя в руках. Вот, найду я этого Лютика с ним и занимайся своими физиологическими потребностями. А куда она ускакала-то? Че так далеко-то? Встретитесь здесь с Розой. Роза, ты где? Какие проблемы? Проблемы? У тебя будут сейчас проблемы, будешь так разговаривать. Эй, ведьмак, ты че? Застрял немножко. Ну, бывает и такое. Роза, эй! Я буду за тобой приглядывать. Вот она свалила вообще из города-то. По ночам тут ходить-то опасно. Всякие уроды ходят. А давайте посмотрим по карте. Может, вообще лучше тпшнуться? Нет, вон она, все понятно. Еще немножко пробежать, и... Я ее встречу. Ну, реально здесь ночью очень опасно ходить. Тут всякие хероборы появляются. Монстры, бандиты... И прочая нечисть. О, еще и доп-квест. Давайте возьмем доп-квест. Здорово. А, опять что ли с тобой сразиться? А тебе не хватит? Синяки на заднице уже отцвели? Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Ну, хорошо. Я сражусь с тобой, без проблем. Ну, давай, сдавай зачет. Попасть зачет. Ой, я не могу. Вот ты ведьмаку... Опять что ли с одного удара? Ну, что такое-то? Ну, что, хватит с тебя? Да. Но в следующий раз. Когда? В сотый раз, что ли? Нет, просто уйди с глаз моих. Возвращайся к Деви Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Да-да. Походу, пока я ему не скажу, типа, убирайся отсюда, пока я тебя не убил. Он и продолжит свои попытки сразиться со мной. На чучеле он тренировался, ишь? Сюда! А, так ты с охранником пошла. Ну, понятно дело. Ты всегда гуляешь с полком невгардской пехотной? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство, посол Воратры, говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Гера из Ривии. Лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом шагом марш. Раз, два, раз, два. Ха-ха, вот баба командует. Она так и мной будет командовать, если я поддам все ее чарам. Я тебе кое-что покажу. А вообще-то у нас, блядь, урок фехтования. Мы договаривались... Так, ты меня используешь. Да, мы договорились об уроке. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что... Я не пойду с тобой, блин. Куда ты меня ведешь следовать за Розой? Сейчас она отведет нас в башню, покажет, какой красивый рассвет. И начнется. Нет? Куда ты ведешь меня, баба? Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту. Как в романе. Ну, вы не можете... Ну, хорошо, хоть. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных? Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Слушай, я тебя порублю на куски, вот прикольно будет. Не хочу причинить тебе вред. Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ну, давай, Гераль, защищайся. Что ж они все такие это? Предупреждать не буду. Ну, давай, иди сюда. Ой, пропустил. Уклонение, атака. Давай, уклонение, атака. Вот и все. Перестань, я сдаюсь. Ты в порядке? Да. Единственное, что ты серьезно ранил. Мою гордость. Ну, хорошо, а что теперь? Ну, хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой? Только, Гераль, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он в коже вспевается. Начинается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но отраца в корсет, жестковое движение. Ро, Роза. А Роза уже все усвистала. Зараза, сбежала. Если с ней что-нибудь случится, воратор оторвет мне башку. Да ладно тебе переживать. Отыскать Розу. Блин, а какой хер мне еще ее искать? Ушла и ушла, и хер с ней. Давайте пробежимся по ее следу. И куда она ушла? В лес, что ли? Так. Не, ну вот дурочка. Зачем ты пошелся на ней? Далеко же ты забралась от Низгарда, солнышко. Не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Варатре. У нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нельфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. Он троллит. С этой чудой мы еще разберемся. Но я тебе не позволю. Отвалите от нее. Я еще и платить им должен. Отвалите от нее. А я тебе скажу, чтоб ты понял. Отъебись от нее. Охренеть! Ну надо же! Теперь уже не только черные желают нам приказывать, но и ведьмаки. Только вот я ни тех, ни других слушать не стану. Хватай его, Лукас! Вы посмотрите, какой перевод. Отъебитесь слова! Охренеть! И у меня просто слов нету. Мне ну то вообще по кайфу, что такие слова используются. Это реально жизненный перевод. Теперь ты понимаешь, почему твой отец настаивает, чтобы ты ходила с охраной? Чтобы они могли меня защитить. Как ты? Нет. Чтобы до такого не доходила, Роза. Из-за твоих капризов погибли люди. И что? Я должна уронить над ними слезинку? Устроить минуту молчания? Они получили по заслугам. Гниды! С другой стороны, я чем-то согласен. Сами нарвались, сами получили. Так, что сегодня... Пора закончить наш урок. Урок закончен. Запомни то, чему ты сегодня научилась. Думаю, тебе часто придется обнажать меч. Я не понимаю тебя, Геральт. Почему тебя так взволновала судьба двух пьянчужек? Чем они тебя так тронули? Мир будет лучше без... Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Спасибо. До свидос. Не, ну, на самом деле, да. В чем-то она права все-таки. Нарвались, сами получили. Но то, что пришлось их убивать, конечно, жалко. Надо было с ними просто подраться и все. Так, стоп, ребятушки. Давайте посмотрим еще какие-нибудь допквесты. Возможно, даже не допквесты, а ведьмачьи заказы. Так, задания. Ведьмачьи заказы. Двенадцатый, десятый, десятый. Вот давайте десятый уровень. Посмотрим, поговорить. Окей. Там, скорее всего, опять надо будет какую-нибудь Херобору отпустить. Какого-нибудь монстарика. А где, собственно говоря, у нас этот чувачок с кем... А, вон он, смотрите. И тут ТП-шка есть сюда. Отлично. Достаточно близко бежать. Запасы эликсиров можно пополнить при медитации. Ну, как я уже говорил, не только эликсиров, а еще и бомб. При скольжении вы можете незначительно управлять что-то, что-то. Ну, в общем, да, в принципе, там можно управлять. Так, Геральт, а ты что постоянно с весьмащим зрением бегаешь? Это что за новость? Да, кстати, может тут еще и продаться. У меня какой-то лут там есть. С тобой надо поговорить, да, чувачок? Да. А, или надо в дом зайти. Пам-па-рам-па-рам-па-рам-па-рам-па-рам. Забегаем внутрь. Здорово. Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления. Я по поводу объявления про Лишачих. Ты его дал? Так и есть я. Вы бы этим не занимались. Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Я займусь этим. Без проблем. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Да, Вильям должно быть видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Может она его и убила? Но вы поговорите с Агне. Она на краю деревни живет. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой. И лишачиха не сдонжит. Хм. Значит, все-таки это какой-то призрак. Ааааа. Давайте попробуем продаться. Ведьмак, сжалься. Да, 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 да. Ведьмак сжалится. И убьет всех этих тварей. Тут можно, получается, и меч еще и броню заточить. Отлично. Здорово, чувачок. Абубайте, Габриэль. Да, 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 да. Пропустить. Покажи мне свои товары. Покажи товары. Я не знаю, правда, есть ли у него голда. 800. Ну, давайте попробуем продать что-нибудь. Вот это, вот это. Это у нас бафы. Это оставим. Не, голды хватит, в принципе. Это очень дешево стоит, это палец. Так, мало где игни. Ну, игни я пользуюсь. Оставить, может быть. Потом поставим. А это что такое? Продаем. Ой-ой-ой, тыкнул отмена. А у него, я так понимаю, все, что продается, ничего мне не бафнет. Потому что это очень старая такая древняя локация. Мощь Акси. Окей, выходим. Старая локация, наверное, уже давно был. И тут все низкого уровня. Все, давай, до свидания. Заточим клинок. Где тут у нас точильный камень? Справа броня. Опачки. Ваши вещи улучшены. И точильный камень. Ну-ка, ведьмак, давай. Опа, меч заточили. Отлично. А вот теперь поговорим со свидетельницей. И фишка в том, что даже если вот так вот просто стоять, и жители будут ходить, и врезаться в тебя, они тоже так... Хотя стоишь на месте. Да, видела я ее. Лишачиху, видела? Как тебя сейчас вижу, ведьмак? Как она выглядела? Попробую ее описать. Ну, по правде сказать, не то чтобы я ее разглядела. Смеркалась уже, и тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало, и увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. А где ты ее видела-то? Обыскать поля. Ну, я так понимаю, что надо просто дождаться ночи, да и обыскать. Давайте доберемся до туда, посмотрим, может, там какие-то следы есть. Но, скорее всего, это все делать придется ночью. То есть, как стемнело, она уже показалась. Так, ну-ка посмотрим. Подсказки нет, что надо дождаться ночи. А, вот, смотрите-ка, следы. Ну, это следы, получается, отсюда туда. Может, это следы, это женщина? Хм, странно. Короче, давайте заюзаем ночь, да и все, что мы будем гадать? Медитация. И до полуночи. Нет, даже, может, до 11 часов. Чтобы было больше времени на поиски. Если искать придется. Опа. Все. Типа ночь. Кто-нибудь что-нибудь видит? Я пока ничего не вижу. А посмотрите, сколько там тварей. Ну, это волки, скорее всего. Окей, давайте, может, пройдемся про следу. Может, это след этой женщины. Ведь, если это призрак, то о каких следах можно говорить? Что-то я не помню. Где следы-то? Они пропадают здесь. Это что, все? Два следа? Бред. А где остальные следы? Ну, как бы уже ночь, все. Возможно, здесь есть еще какие-то зацепки. Давайте, побегаем, посмотрим. Потому что следы там обрываются. Так, тут ничего. Дом сюда не входит в зону поиска. Но все равно давайте забежим, посмотрим. Что это за дом такой на отшибе? А, так тут их несколько еще. Чувак, здорово. Это жилые дома. Ни хера себе, призрак рядом здесь появляется. Вроде больше ничего нет. Только вот эти следы и все. Бред. Ну что, попробуем по следу пойти, но он реально обрывается. Ведьмак. Ты что-нибудь еще видишь, слышишь? Я вот ничего не вижу, не слышу. Ну, вот смотрите, все. И больше следа нету. То есть он до суда только. А дальше куда? По воздуху полетело, что ли? А может, реально это следы этой твари? Ну, дух же он не должен оставлять таких следов. Бред. Используя ведьмачье чутье. Ну, я как бы использую ведьмачье чутье. Кроме пары следов я ничего не вижу. Вот они в этом направлении, получается, да? А, вот еще заюзать можно. Так, и что? И что мне это дало? Ну, это я увидел. А, вот смотрите, какие-то хероборы еще. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. К тому и порвала платье. И что это говорит? И о чем это говорит? Вот, появились еще следы. Я уже говорил, кстати. Если вы заюзаете одно красненькое что-то, то следующее не появляется. Это, конечно, бредово сделано в игре. То есть, я видел следы, но пока их не заюзал, они не проявились. Ну, бред же, а? Ну, окей, отправляемся по следам. А что она побежала в какую-то в сторону леса-то? Бежала бы в деревню. Что это такое? Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом и перерезал ей горло. Странно, что нож она ставила. На нем засохшая кровь. Это может приглашаться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы. Сейчас, сейчас, сейчас посмотрим. Кто это такой? Что за маньяк? Убийца отнес тело в лес и закопал. Могила не глубокая. Он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Прочитать письмо погибшей девушке? Ни херась. Ой, куда я нажал? Давайте посмотрим, что за письмо. Так, умение, задание. Ага. Письмо, найденное в могиле. То, не то. Закрывайся. Девушку убил отвергнутый возлюбленный. Полуношница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Полуношница? Что это за тварь-то такая? Я думаю, что мы с ней уже встречались. Это обычный дух, что ли? Зелененький такой, который светится. Но опять же, зачем нож? Сейчас поговорим, посмотрим. Что это за хероборота тут такая? Опачки. Надеюсь, вы не спите, да? Здорово. Приветствую. Вы по какому помоду? Ты знал Зулю? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги. Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушке письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулю и Антик, да? Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть... Значится, это призрачница наша Зуля? Не может быть. Да, да. Такая добрая была девушка. Такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну... Молодые-то обычно на полярну ходят. На запад от деревни, за поляр. Зуля. Добрые боги. Если бы не хозяин... Обыскать... Так, отыскать место встречи любовников. Придется изгонять призрака. Для этого надо привязать его к месту. А не проще ли его отпустить? Да и все. Прошлый раз мы призрака изгоняли каким образом? Мы же сожгли тело. Из-за которого... Держится этот призрак. А он хочет, я так понял, привязать к месту и призрака не трогать. Ведьмак, ты че? Так давай найдем тело и отпустим. Сожгем все. И че, нам надо типа потушить? Сжечь письмо Зули. А, ну давайте. Давай, выходи сюда, тварь. Ведьмак, будь готов. Серебряный меч, держи. Ё-моё, вы посмотрите, это черная какая-то херобура. Охренеть. Жесть. Ведьмак, доставай серебряный меч. Красавчик. Блин, какой у меня там знак-то стоит? Стоп, надо поставить огненный. Ну иди сюда, тварь. Не, вот она живучая-то. Огонь, по-моему, на ней не так эффективен, конечно, как против людей и монстров. Сука, вот она живучая. Стоп, 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 стоп. Магическая ловушка. Где она? Ах ты тварь, иди сюда. Вот тебе ловушечка. Хорошо, гори, гори в ней. Ловушка отлично справляется против вот таких вот херобур. Клана делась. Пропиваем еще зелья. Идите сюда. Это же ее копии какие-то. Справились. Еще. Ну-ка иди сюда, тварь. Пустим, пустим, пустим их. Все? Все узбоговились? Взять трофеи из полуношницы. Отлично. Вот, сука, серьезная тварь была. Там какой-то зеленый знак был. Мутаген, который мы используем. Их надо тоже будет поскрещивать, если они, конечно, есть у меня в достаточном количестве. Фу, вот это жесть, а. Вот это тварь. Ну, она, в принципе, могла бы и меня убить еще. Если бы я вовремя знак не поменял. Вот ее магические ловушки очень хорошо справляются с духами. Так. Опачки. Что, мы ему скажем просто, что ее отпустили и все? Приветствую. Вы по какому поводу? Я избавился от нее. Я избавился от лишачики. Фух. Она в большие невернации? Нет. Нет. Я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер ведьмак. Пожалуйста. Покидос. А какая награда? Голда, что ли? И все. Задание выполнено. Давайте посмотрим. Может, там что-то по луту интересное у меня есть. Так. Где у нас там инвентарь? Мечик. Не бафает. Так. Это бафает. Ну, а еще я одену нескоро. Какие-то эликсиры. Темная пыль. Мутагены с полночи позволяют... Ого. Отвар. Ну, это понятно. У меня куча мутагенов. Окей. Ну что, ребятушки. Давайте завершим этот уже эпизод. Продолжим проходить следующий. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылочка с прохождением игры в описании под видео. Всем хорошего, позитива, удачи. Пока-пока.